Он просто послал змея искусителя к Еве. А почему он не послал змея искусителя к Казану? Как вы думаете, что бы Атаксин сделал? Он бы убил, правильно. Он бы убил, почему? Потому что вы живете со своей милостью. У вас все хорошо, вы живете в рамках. Пусть у вас в рамках, пусть в шалатках. Вы живете со своей милостью. И тут появляется какой-то демон, да? И он начинает о ней нашептать. Смотри, яблочки. Все нормально, все будет пучком. А все она сорвала, и мир изменился. Это был совершен акт грекам, лагеям, да? И посмотрите. Бог выбирает. Он выбрал слабое из вино. Он не послал змея к Адаму, да? Он нашел кого, по-моему, можно спутать разные мысли, да? И посмотрите. Как изображать? Вроде бы некосистный мужичок, Адам, да? Но у него жест такой же, как на картине идем, что есть истина. Понтий Пилас спрашивает Иисуса Христа, что есть истина. Вот, понтий, Иисус Иисус говорит, истина – это я. То есть так, как я себя веду, защищая свои религиозные ценности, христианские, это и есть истина. И посмотрите. Дыхание змея такое сильное, оно прогревает Адаму. Адам все еще погибает. Оно доходит до Невы, да? Скажите, я вообще куда-то озабочил? Нет. Вот это я взял и скорее мне на нем подогнал. Их! Дарий не отвечает. Он ставит вопрос. Адам-то настоящий мужчина. И он ценой своей жизни готов защищать ту женщину, которую ему дал Бог. Пусть она слишком любопытно создать, слишком грешно она видит, куда она. Задача мужчины – защищать свою женщину даже ценой своей жизни.